В голосовании 9 ноября. С этой буквы начинается испанское слово VOTAR. Голосование по вопросу суверенитета этой автономной области Испании. Это очень эмоциональный день, это праздник. Мы все решили выйти на улицы и сказать, что мы нация, что мы хотим голосовать и высказать свое мнение. Мы хотим независимости и прежде всего хотим проголосовать 9 ноября. Правительство Испании считает референдум в Каталонии незаконным. Не все жители автономной области хотят отделяться. Я не хочу независимости, я чувствую себя испанкой. Каталония это часть Испании. Из Барселоны передает корреспондент Евроньюз. Сотни тысяч человек, прибывших из разных районов Каталонии, потребовали независимости, создав гигантскую букву V. Но прежде всего они потребовали от испанского правительства право проголосовать 9 ноября. Национальный день под знаком референдума стал взять части каталонцев демонстрацией их решимости. Соединенные Штаты собирают коалицию для борьбы с группировкой «Исламское государство». По итогам переговоров в Саудовской Аравии госсекретарь США Джон Керри заручился поддержкой Египта, Ирака, Иордании, Ливана и шести стран Персидского залива. Это большой шаг вперед в обеспечении поддержки плана президента США Барака Обамы, предусматривающего удары по позициям «Исламского государства» в Сирии и в Ираке. Исламисты удерживают под своим контролем обширные территории. Центральное разведывательное управление США сообщило, что численность боевиков возросла вдвое. Суницкая вооруженная группировка собрала под свои знамена уже около 30 тысяч бойцов. Джон Керри заявил, что в ближайшие дни встретятся с лидерами Ближнего Востока, чтобы укрепить и расширить коалицию. Это чрезвычайно сложная задача, ведь союзников очень много. Это хрупкое объединение может легко распасться, так как у всех участников очень разные интересы. Есть трудности на разных уровнях, удержать всех вместе будет непросто, считает аналитик Том Сандерсон. Наземные операции США не планируют. Мед России ранее заявил, что авиаудары по сирийской территории без согласования с властями Дамаска и без мандата Совбеза ООН будут считаться актом агрессии. Нью-Йорк вспоминает жертв терактов 11 сентября. Мемориальная церемония на Граунд-Зиро обязательно включающая в себя чтение списка жертв трагедии. Кэлла Грейди потеряла во Всемирном торговом центре отца. В 2001 ей было два года. Что эта церемония значит для вас? Для меня это очень важно. Раньше я никогда такого не делала, не приходила на эту мемориальную службу. Мы оставались дома и смотрели телевизор. Поэтому сегодняшний день для меня особенный. Я немного нервничаю, но знаю, что это лучшее, что могла сегодня сделать. Нам больше некуда приходить. Это и есть место успокоения наших близких. Все, что у нас есть, это общая комната, в которую поместили останки всех, кого не смогли идентифицировать. Это все, что нам осталось. У Пентагона, где погибли 184 человека, традиционное поднятие государственного флага. 13 лет назад порванное звездно-полосатое полотнище у здания оборонного ведомства развернули пожарное, как символ несгибаемого духа американской нации. Вынесение вердикта по делу Оскара Писториуса продолжится в пятницу. Южноафриканский спортсмен-паралимпиец обвиняется в убийстве своей подруги Ревы Стэнком. Ранее Писториус был признан невиновным в предумышленном убийстве. Суд счел, что обвинение не представило для этого убедительных доказательств. Однако не исключается, что спортсмен будет признан виновным в непредумышленном причинении смерти. Писториус также подозревается в незаконном хранении оружия и его применении в общественном месте. В ночь на 14 февраля прошлого года он застрелил Реву Стэнком через закрытую дверь. Спортсмен утверждал, что убил подругу, случайно приняв ее за грабителя. Обвинение наставило на умышленном убийстве. Арестованному в России сотруднику полиции безопасности Эстонии Эстону Кохверу предъявлено обвинение в шпионаже, сообщил его адвокат. По этой статье Кохверу может грозить до 20 лет лишения свободы. Защита обвиняемого попросила суд разрешить обжаловать его арест. Кохвер был задержан 5 сентября в Псковской области при проведении агентурной операции, сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ России. В нарушителе были изъяты пистолет с патронами 5000 евро, спецтехника для скрытой записи. По версии эстонской страны, Кохвер был похищен неизвестными лицами на территории Эстонии и под угрозой применения оружия доставлен в Россию. В Эстонии говорят, что сотрудник полиции безопасности выполнял служебные обязанности. Чили отмечает 41-ю годовщину военного переворота, в результате которого был свергнут демократически избранный президент-социалист Сальвадор Альенде и к власти пришла хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом. Дочь Альенде Изабель вместе с нынешним президентом Чили Мишель Башле возложила цветы на диван правительственном дворце Ламанеда, где по официальной версии застрелился, чтобы избежать плена ее отец. Мишель Башле, отец которой во время правления Пиночета умер в тюрьме, обратилась к чилийцам с призывом к единству. 11 сентября в нашем обществе ассоциируется с болью и потерей. Эта дата напоминает нам о расколе, который произошел тогда в стране и который больше никогда не должен повториться. Около 40 тысяч человек были убиты за 17 лет правления Пиночета. Многие были замучены в застенках. При этом часть чилийцев считали свержение Альенда, которого поддерживал Советский Союз, благом для страны. Отголоски этого раскола и сейчас слышны в чилийском обществе. Вот уже несколько лет подряд, накануне годовщины переворота, в стране вспыхивают беспорядки. На этот раз, кроме беспорядков, прогремели также взрывы. 14 человек пострадали в результате теракта в метро столицы Сантьяго. Редактор субтитров А.Семкин Обзор рынков представлен fxpro.ru для профессионалов Форекс. Высокие технологии. Хай-тек. Берлинская Ифа для тех, кто производит товары бытовой электроники, события примерно того же масштаба, что для кинетографистов фестиваль в Каннах, то, что пропустить нельзя, то, где к любой презентации повышенное внимание, то, где аккредитованы журналисты специализированных изданий. В этом году Ифа в цифрах выглядит так. Полторы тысячи участников фермокорпораций и почти 250 тысяч посетителей. Интерес к смартфонам на нынешней Ифа таков, что сегодня Берлинский форум может соперничать с Барселонским конгрессом мобильной телефонной связи. Самсун показал Galaxy Note 4. Разработчики заявляют, что он дает возможность сделать селфи с панорамой в 120 градусов. У Galaxy экран размера Extra Large, поэтому можно работать сразу в нескольких приложениях одновременно. Есть стилус, который дает возможность делать пометки, если они необходимы. Galaxy сегодня может все или практически все. От просмотра кинофильмов до участия в играх онлайн с большим количеством пользователей. Вы можете сами управлять интерфейсом, составляя список тех приложений, которыми вы пользуетесь чаще всего, размещая их так, как удобно именно вам. Для этого существует Galaxy Edge. Это еще одна дополнительная возможность для пользователя. Sony показывает Xperia. Все уже знают, что эта новая модель водонепроницаема. Размер экрана составляет чуть больше 4,5 дюймов. Но пока знаменитому японскому гиганту не удается пробиться в десятку главных и наиболее популярных моделей смартфонов. Китай не отстает. Имея производственные мощности, страна развивает собственную IT-индустрию. Производители китайских смартфонов взяли на вооружение агрессивную политику в этом сегменте рынка. С чем это связано с вашей точки зрения? Я не могу рассуждать на уровне обобщения. Я предпочитаю в данном случае сосредоточиться на примере корпорации Huawei, как наиболее характерным. Мы приняли несколько стратегических решений два года назад. У нас к тому моменту были собственные разработки, ноу-хау. Мы сумели наладить связи на уровне глобального маркетинга. Нам помогает соотношение цены на нашу продукцию и ее качество. Как говорят эксперты, новинка, названная Ascent Mate 7, обладает мощным процессором, экраном размером в 6 дюймов и чрезвычайно удобным для пользователя интерфейсом. Цена этого смартфона — 500 евро. «Ноив» — это не только смартфоны, это многочисленная бытовая техника от тостеров и микроволновок до стиральных и посудомоечных машин. Не отстают производители духовок. Та, что была представлена фермой «Бош», распознает тип блюда, которое готовится. Запекается мясо или печется пирог. И как только оно готово, духовка отключается автоматически. А холодильник оснащен веб-камерами, так что, делая покупки в магазине, никогда не ошибешься с количеством и наименованием продуктов. Оба товара появятся в розничной продаже в ближайшее время. Их цена колеблется между полутора и двумя тысячами евро за каждое. Павлу Бенту покидает пост тренера португальской сборной, которую он руководил с 2010 года. Как уточняет в своем коммунике Национальной Федерации Футбола, решение принято по обоюдному согласию. Но речь, в общем-то, скорее нужно вести об отставке. Многие в Португалии требовали головы 45-летнего Бенту после фиаско на Абразийском чемпионате мира, где Солисау считалась одним из фаворитов в борьбе за финальный титул, но в итоге даже не вышла из группы. Но каплей переполнившей чашу терпения как футбольных чиновников, так и болельщиков португальской сборной стало ее поражение в минувшее воскресенье от скромной Албании 0-1 в первом квалификационном матче к чемпионату Европы во Франции 2016 года. Действующий чемпион Мира сборная США стала первым финалистом первого стопланета, обыграв в Барселоне команду Литвы. Литовцы поначалу даже повели, потом упорно сопротивлялись и к большому перерыву проигрывали лишь 35-43, но закончился матч 68-96. Теперь подопечный Майкок Жижевский ждут победителя сегодняшнего матча Франция-Сербия. 18-й этап испанской вуэльты оставил за собой молодой перспективный итальянец Фабио Ару. Это его вторая победа на велом многодневке в нынешнем году. 157-километровый этап между галисийскими Ла-Эстрадой и Монте-Костровая завершал подъем второй категории сложности с разницей уровней в 500 метров на последних 7 километрах. Это предпоследний горный финиш этого издания вуэльты до воскресного завершения гонки в Сантьяго-де-Компостелло. Ару, гонщик казахстанской команды Астана, бросился в отрыв за 4 километра до финиша и по пути к ленточке обошел в частности Криса Фрума из Team Sky. Сменив того в роли лидера и до последнего, сдерживая его атаки, Ару пришел на секунду быстрее британца. Третью срочку в финальном протоколе этапа с отставанием на 13 секунд от лидера занял испанец Алехандро Вальверди из Movistar. Второе место на этапе заметно повысило шансы Фрума на финальную победу. Он срезал 20 секунд со своего отставания от сохраняющего на своих плечах красного майку лидера испанца Альберта Контадора из Тинько в Саксо. Он также обошел Вальверди на втором месте в генеральной классификации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова